Передаем за проезд. Ивановские перевозчики озвучили новую стоимость проезда в общественном транспорте. С 1 июля она составит 23 рубля. Напомним, последнее изменение с 19 до 21 рубля было в апреле прошлого года. В городской администрации повышение объясняют тем, что больше 90% перевозчиков с 2015 года работают по нерегулируемому тарифу. То есть предприниматели в праве сами устанавливать плату за проезд. Повлиять на их решение может разве что антимонопольная служба. Мы в свою очередь обратились в УФАС с просьбой исследовать этот вопрос, поскольку считаем, что одномоментно и на одну и ту же стоимость увеличение содержит возможные признаки административного правонарушения. Кроме того, одного желания повысить тариф все же недостаточно. Правообладатель свидетельства, хоть у него есть право устанавливать самостоятельный тариф, но, как мы должны понимать, что любое тарифное регулирование исходит из обоснованности тарифа с учетом экономических критериев и показателей. То есть, что входит в себестоимость поездки. К сожалению, до настоящего времени, кроме волеизъявления, перевозчики не направили нам ни одного экономического подтверждения с обоснования увеличения тарифа. Пока объяснения только устные. Перевозчики повышения платы за проезд объясняют экономическими причинами. Официальный тариф, который устанавливает правительство региона, не менялся с июля 2016-го. А стоимость топлива за два года повышалась уже несколько раз. Плюс увеличение НДС и другие возросшие расходы. Мы сейчас вынуждены повысить стоимость проезда только из-за двух основных факторов, которые нас ждут с 1 июля 2019 года. Это два сильных нормативных правовых актов, которые обязывают перевозчиков установить. Во-первых, тахографы. Не только теперь уже на пригородные перевозки, но и на городские, на муниципальные. Они стоят порядка 40 тысяч рублей сейчас. И, соответственно, онлайн-кассы в соответствии с 54-м федеральным законом о применении расчета на кассовые техники. Кроме того, в грядущем повышении перевозчики обвиняют региональных властей. Несмотря на то, что большинство предпринимателей в Валиной устанавливает цены самостоятельно, стоимость проезда льготников привязана к официальному тарифу. По льготным категориям граждан, в том числе за перевозку детей сирот, детей из многодетных семей, мы с 2016 года, с 1 июля, по-прежнему получаем 19 рублей и ни копейки больше. То есть, я так понимаю, что этот тариф пока пересматриваться не будет. Это, конечно, накладывает уже сейчас отпечаток на общую экономику предприятия, потому что, если брать в целом, льготники, да, они из дневной выручки составляют не более 1,5 из всего пассажиропотока. Но когда мы речь ведем про чистую уже прибыль предприятия, то это порядка 40% от общей прибыли. Если подытожить, дополнительные траты растут, ездить больше люди не стали, все это и то, что недополучают от регионального бюджета, перевозчики вынуждены компенсировать за счет остальных пассажиров. Несправедливо, но очень жизненно. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.